Мы читаем для библейского портала «Экзегет» трудные места описания. Книга притчи, 1 глава, 7 стих. Страх Господень начал премудрости, как говорит синодальный перевод, или как говорит перевод РБО, «Господа боятся», вот в чем начало познания. Ну, красивые слова, если задуматься, послушайте, а как страх может быть началом познания? Ну, во-первых, конечно, слово «страх» у нас обычно обозначает чего-то такое, чего мы не хотим. И если человек боится, его как раз чему-то научить невозможно. Всякий, кто, я не знаю, учился ездить на велосипеде, вот пока ты боишься, что ты упадешь, ты же никуда не поедешь, правда? Точно так же со многими другими вещами. Поэтому, на самом деле, начало познания – это избавление от страха, разве нет? Ну, хорошо, все-таки страх Господень. Но в русском языке это, в общем-то, уже стало таким математическим выражением, которое не по делу употребляется. А вот, допустим, перевод РБО, который, я тоже участвовал в его составлении, мы перевели «Господа бояться», вот в чем начало познания. Мы постарались передать именно эту идею, что страх не сам по себе, а страх как некоторое состояние человека, в котором он предстоит перед Богом, здесь имеется в виду. Наверное, это уже лучше – страх перед Богом. Ну, сразу вспоминается, скажем, евангельский судья, который ни Бога не боялся, ни людей не стыдился. Понятно, что можно, конечно, бояться Бога и все равно быть плохим человеком, но вот это какой-то такой нижний предел, вот ниже которого панцу уже не нужно. Если человек уж совсем ничего не боится и не стыдится, то он готов на все. А человек даже не очень хороший, даже слабый, даже с пороками, он все-таки от каких-то самых страшных вещей удерживается. Слушайте, ну при чем здесь, опять-таки, премудрость, познание? Ну вот, явно же, то, чтобы не убивать направо-налево всех подряд, это не премудрость, это какая-то элементарная чистоплотность, да? Ладно, есть еще одно толкование, такое вообще распространенное в христианской традиции, что страх перед Богом – это не страх, вот очень страшно, да, какое-то чудище пришло, а это почтительное уважение. Иногда даже говорят, это страх обидеть Бога. Но слушайте, вот если мы очень любим кого-то и боимся обидеть этого человека, вот влюбленные, например, да, они свои чувства назовут как угодно, но только не страхом. И вообще, совершенная любовь изгоняет страх, сказал апостол Иоанн. А тут страх – это нечто ценное, за что нужно держаться, что необходимо для приобретения опознания, разве это не парадокс? А вы знаете, давайте обратим внимание на слово «начало». Вот мы приходим в школу и начинаем учить буквы, ну, многие учат еще дома, или там таблицу умножения начинаем учить. Но ведь это совсем не означает стать грамотным, образованным человеком, стать математиком. Просто без этих вещей невозможно приобрести следующие знания. И потом, когда мы становимся более взрослыми людьми, то понятно, что многое из того, что мы выучили в школе, мы не то, что забываем, ну, многое забываем, к сожалению, но то, чем мы пользуемся, мы перестаем воспринимать как нечто важное. Да, вот нас выучили читать и писать, и мы уже не думаем каждый раз, какая-то буква, мы просто читаем. Это становится частью нашего повседневного быта. И, может быть, здесь имеется в виду то же самое. То есть познание, оно идет дальше, оно этим страхом не исчерпывается, но это какое-то предварительное условие. Вот пришел первоклассник в школу, и ему, прежде чем начать что-то объяснять, другое, ему объясняют, как себя вести, чего делать, чего не делать, как слушаться, как вопросы задавать. И не то, чтобы это само по себе было очень нужно. Более того, иногда этим злоупотребляют, как со страхом Господнем, очень часто нагоняют на людей этот страх для того, чтобы им было проще манипулировать. Но вот если уж у первоклассника совсем не будет никаких тормозов, вот он будет на уроке там скакивать, бегать и орать, наверное, ему ничему не удастся научиться. Более того, он будет большой проблемой для всех остальных. Если у человека нету вообще никаких сдерживающих факторов, то, опять-таки, премудрости он не приобретет. Познание у него никак не задержится в голове. И поэтому приходится ему это каким-то образом давать представление о страхе перед Богом. Считаем ли мы это страхом перед некоторой высшей силой, которая может наказать? Считаем ли мы это чем-то таким, что страшно обидеть? Но в любом случае это чувство, которое может быть само по себе достаточно неприятное, отрицательное. Но это только начало. Познание начинается с этого страха. Может быть, оно начинается, пишет нам автор книги-притчи, с того, что человек понимает дистанцию между собой и Богом. Но мы боимся, допустим, подойти к краю обрыва. Хотя, что нам грозит из этого обрыва? Ничего, там чудища на нас не нападут. Просто мы понимаем, что если мы упадем, мы разобьемся. Мы испытываем робость перед каким-то великим человеком, которого мы встречаем. Хотя, вроде бы, он не собирается нам ничего плохого сделать. Просто мы понимаем дистанцию между ним и собой. Вот с Богом эта дистанция гораздо больше. И обрыв этот гораздо глубже. Может быть, человек, который подходит к краю обрыва и просто оценивает этот обрыв, его боится. И человек, который имеет представление о Боге, оценивает дистанцию между ним и собой. И поэтому робеет и испытывает некоторое чувство страха. Он именно что нуждается в познании для того, чтобы понять, как быть, для того, чтобы не свалиться у этот обрыв. Может быть, в этом смысле страх Господень есть начало познания. Ну, наверное, и так можно это понять. Во всяком случае, это понятие «страх Господень» будет в книге притча повторяться, и не раз. Но важно, что она к нему не сводится. То есть, если есть только страх, то познания тоже никакого не будет. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.